Здравствуйте! В эфире на телеканале ЛРТ Плюс итоговый выпуск новостей. Сегодня в программе. 16 марта Латвия уходит на удаленный формат работы. Вакцина как защита от ковида, о чем говорят специалисты. Кому мешает, да, в выпуске университет. А начнем наш выпуск с одной из самых горячих новостей на данный момент. Итак, согласно решению правительства, 16 марта работники учреждений госуправления частного сектора должны будут уйти на удаленный формат работы. Это требование не будет распространяться на производственные отрасли и другую работу, которую объективно невозможно выполнить удаленно. А теперь о коронавирусе. За прошедшие сутки в Латвии выявлено 632 новых случаев заболевания COVID-19. Скончались 9 человек. На 12 марта на лечении в Дагубинской региональной больнице находился 61 пациент-ковидник в возрасте от 38 до 96 лет. 32 из них – это долговополчане. В реанимации и палатах интенсивной терапии в тяжелом состоянии находится пятеро больных. На этой неделе в больнице были зарегистрированы и первые летальные исходы. Умерло 2 человека. На сегодняшний день в Дагубинске коронавирусом болеют 430 горожан. С начала пандемии коронавирус COVID-19 в стране был выявлен у 92 906 человек. На 11 марта первую дозу вакцины от COVID-19 получили только 4,1% взрослого населения Латвии. Это самый низкий показатель среди стран Европейского Союза и Европейской экономической зоны. В чем причина такой низкой статистики? Латвийцы просто не спешат прививаться? Или же ответ кроется в неудовлетворительной организации процесса вакцинации? Об этом в нашем следующем сюжете. Согласно разработанному плану вакцинации, ежедневно на этой неделе в Латвии планировалось прививать от COVID-19 не менее 2,5 тысяч человек. Таким образом, к концу недели в стране первую дозу вакцины смогли получить 99 666 человек. Но это только прогнозируемые показатели. Как известно, темпы вакцинации в стране, в частности, Дагуэпилсе до сих пор оставляют желать лучшего. На 8 марта в Дагуэпилсе от COVID-19 привились 1920 дагуэпилчан. Хочу отметить, что процесс только начался, и число желающих привиться увеличивается день от дня. Несомненно, этому способствует и позитивная информация в СМИ о самой вакцине. Спасибо медикам, которые рассказывают об этом и делятся своим позитивным опытом. Ранее, как мы знаем, в публичном пространстве преобладало негативное отношение к этой вакцине. С конца февраля к процессу вакцинации подключились и практики семейных врачей. Не все. В Латгалии пока только 49 из 156. Один из первых, кто уже сегодня предоставляет услуги по вакцинации, является практика семейного врача Анатолия Пожарского. На прошлой неделе мы привили уже 11 человек, и надо отметить, что ни у одного из пациентов после вакцины не было констатировано побочных эффектов. В то же самое время Елена Навжилова, семейный врач из Резекна, столкнулась с проблемой своевременной поставки вакцины, что негативным образом сказывается как на пациентах, ожидающих прививки, так и на самих медработниках. В свою очередь семейный врач из Краслова Юрий Ишкевич отмечает, что очень многие люди дезинформированы по поводу вакцины, поэтому следует более активно проводить разъяснительную работу. У врача на это время, если и есть, то оно очень минимально. На этой неделе Латвия получила очередную поставку вакцин Pfizer-BioNTech и AstraZeneca. Запланирована и поставка 25 200 доз вакцин Moderna. В целом с 8 марта по 4 апреля Латвия получит 164 448 доз вакцины. Грядущая реформа высшего образования в Латвии сегодня является одной из самых обсуждаемых тем в Далгополсе. Дело в том, что согласно новым разработанным Министерством образования критериям, через три года Далгополский вуз может лишиться своего университетского статуса. Подробности в нашем большом пятничном репортаже. Сегодня в коридорах Далгополского университета гнетущая тишина. Но дело не в том, что студенты, преподаватели находятся на удаленном формате обучения. Нет, именно сегодня решается судьба самого университета. Быть или не быть? Вот в чем вопрос, которому сегодня привлечено внимание всего общества. Любая такая оптимизация, она кого-то ослабевает, а кого-то усиливает. В данном контексте, идя к этому решению, министры и те люди, которые стоят за этим, стреляют себе в ногу. Без статуса университета в дальнейшем перспектива развития нашего региона сводится к нулю. И любые вливания либо привлечения европейских структурных фондов для развития образования, для развития инфраструктуры, для развития IT-технологий в нашем регионе будет безвозвратно утеряно. Поэтому на данный момент необходимо подключить наибольшее количество депутатов Сейма, которые будут на нашей стороне, на стороне нашего города, а самое главное, поддержат наш университет. Четыре тысячи студентов. Именно в этом заключается суть вопроса, если мы говорим о судьбе любого латвийского университета. Я считаю, что это чушь. Кто лоббирует тогда вот эту реформу сегодня? Я думаю, что здесь вряд ли речь идет о лоббировании. Я думаю, что речь идет о попытке отвлечь внимание. В правительственной декларации значит, что задача министра Шуплинской добиться того, чтобы хотя бы один латвийский университет попал в мировой так называемый топ-500. Совершенно ясно, что при неспособности обеспечить финансирование задачу декларации правительства министр Шуплинская не выполнит. Не сейчас, не через два года, никогда. То есть я это рассматриваю как попытку отвлечь внимание, создав такую реформу с лозунгами смены управления, то есть введение каких-то комиссаров в правление в советы университетов, в снижение хотя бы на бумаге число вузов, изменение их статуса и так далее. Уже сегодня очевидно, что ни сейчас, ни через три года до выпуска университет, впрочем, как и другой вуз, не сможет выполнить этот критерий. Увы, демографическая ситуация в Латвии этому не способствует. Даугаплский университет – очень значимый игрок на поле развития региона, и поскольку Даугаплс – второй по величине город, в Латвии я даже представить себе не могу, как в Даугаплсе может не быть университета. Можно выдвигать различные варианты развития ситуации, но те, которые нам предлагают сегодня, не выдерживают никакой критики. На третье чтение мы подадим предложение создать отдельный закон, закон о Далговпиловском университете. То есть, ну, таким образом, по крайней мере, это зацементировав в названии закона. И начать разговор о том, каким должен быть Далговпиловский университет. То есть, как он должен стать ведущей силой в развитии города Далговпиловского и Латвийского региона. Сегодня в борьбу за сохранение Далговпиловского университета включились жители города и региона, потому что все понимают, без университета жизнь в Латгалии будет совершенно иной. Я очень рада, что эти дискуссии наконец-то приняли оборот, и все, абсолютно все, очень заинтересованы в развитии региона и сохранении университета в нашем регионе. И, судя по всему, мне кажется, министр наш тоже, ну, немножко лояльней относится к этому вопросу. И разговор, дискуссия, которая сегодня уже прозвучала, она была уже немножко, ну, таких нормальной дискуссионной формы. Это значит, что все-таки больше идет речь о качестве образования, о качественном улучшении развития университета и так далее. И не очень-то сконцентрированный вопрос на этом количественном критерии. До 17 марта у депутатов Сейма, которые выступают за сохранение Дагубинского университета, есть еще время подготовить встречные поправки и предложения к новому законопроекту о высшем образовании. Несмотря на действующие эпидемиологические ограничения, прошедший период оказался весьма успешным для Латгальской специальной экономической зоны. Интерес предпринимателей к возможностям, которые сегодня предлагает СЭС, увеличивается. В результате, в прошлом году общий объем запланированных инвестиций составил около 17 миллионов евро. Хотя прошлый год оказался непростым для разных отраслей предпринимательской деятельности, для Латгальской специальной экономической зоны и ее участников это время было вполне удачным. Число членов Латгальской СЭС увеличилось. Было заключено 12 договоров об инвестициях в регион, в свою очередь 7 Латвий поддержал законопроект о новых видах налоговых послаблений. Относительно стабильным 2020 год был для сфер IT-технологий и производителей, ориентированных на экспорт. За 2020 год продолжалось поступление новых предприятий к нам на специальную экономическую зону. И сегодня уже у нас там 17 предприятий, заключено всего 34 договора. И рабочих мест, которые там будут созданы в принципе в течение ближайших 5 лет, это 243, и на сегодняшний день реально уже созданы работают 133 рабочих места. В 2020 году руководство Латгальской СЭС удалось добиться двух важных решений для получения налоговых льгот, которые связаны со скидками 80% по уплате подоходного налога с предприятия и скидки до 100% по налогу на недвижимость. Теперь основанием для получения налоговых льгот стали также инвестиции в зарплату сотрудников на протяжении двух лет. Кроме того, после принятия поправок, на получение статуса участника Латгальской СЭС могут претендовать и те предприятия, которые не находятся в Латгалии, или латгальские компании, имеющие филиалы за пределами региона. Важно то, что после участия в одном проекте Латгальской СЭС предприятия вновь подают свои инвестиционные проекты, так как видят выгоду для ведения деятельности с налоговыми послаблениями. В свою очередь регион получает новые рабочие места и развитие экономики. Почему 17 наших предприятий и 34 договора? Потому что на каждый проект инвестиционный предприятие заключает договор. И это показывает то, что предприятие, придя один раз и начиная работать в резюме 6, СЭС понимает, что это просто, это выгодно, это эффективно и приходит еще со следующими проектами. Ну и учитывая наши ограниченные возможности финансового проведения маркетинга, они и являются одним из основных помощников нам по привлечению новых клиентов. Они делятся своим опытом с коллегами, и мы видим, как или с одного региона, или из одной отрасли, очень-то предприятие начинает приходить и работать у нас в специальной экономической доме. Подробную информацию о возможностях Латгальской СЭС можно найти на домашней странице Латгальского региона планирования. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Далгопилской городской думы. Как правило, человек сконцентрирован только на решении своих проблем. На то, чтобы оглядеться вокруг себя, нам зачастую просто не хватает времени. Поэтому, да, так бывает, мы не замечаем тех, кто нуждается в нашей помощи, и кто на эту помощь имеет полное право. Подробности в следующем сюжете. В нашем городе уже 20 лет существует спортивный клуб инвалидов Далгопилс, который объединяет вместе людей с особыми потребностями и способствует их интеграцию в общество, занимаясь разными спортивными дисциплинами, играми и неформальным общением. Недавно это общество переехало в новые помещения по адресу улицы Циолковска, 4, где активисты клуба сделали ремонт и надеются открыться, как только это станет возможным ввиду пандемии коронавируса. Пространство на втором этаже дома в микрорайоне Химия требовало серьезной уборки и ремонта, и летом прошлого года было принято решение постепенно начать работы. Однако, учитывая то, что общество существует лишь на членские взносы, своими силами провести такое обновление было очень непросто. Мне хотелось бы выразить особую благодарность председателю городской думы за оказание в помощи ремонта, в частности материалов для ремонта. Мы очень мечтали, чтобы у нас было красиво, уютно, чисто. И также я хочу выразить благодарность нашей бирже за то, что они стали с нами сотрудничать, пошли нам навстречу и предоставили нам волонтеров, чтобы волонтеры смогли осуществить этот ремонт, сделать этот ремонт. Начиная с прошлой осени были проведены работы по ремонту потолка и пола, покраске стен, благоустройству помещений и замене мебели. Однако здесь есть еще немало дел. Необходимо утеплить окна, повесить жалюзи, закупить подходящую мебель. Члены клуба, число которых превышает 80 участников, очень надеются на помощь всех неравнодушных лиц, так как новое местоположение прекрасно подходит для выполнения всех функций сообщества. Здесь можно вместе собираться на мероприятия, как одна большая семья, делать походы в Старопской лес и использовать стадион 11-й основной школы. Мы уже практически закончили ремонт, но очень хотим еще новой мебели, уютной, комфортной, развивающей игры. Но, конечно же, мы обращаемся за помощью. У нас много книг, мы хотим стеллажи под книги. Уверена, что есть добрые люди, которые не откажут в помощи, потому что сидеть в четырех стенах мы не хотим. Мы хотим развиваться, мы хотим вперед и к высоким целям. Любой желающий помочь спортивному клубу инвалидов может обращаться по телефону. Пожертвование обществу можно также сделать посредством банковского денежного перевода с пометкой «Пожертвование для спортивного клуба инвалидов Даугапилс». Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугапилской городской думы. Есть идеи продлить зиму еще на несколько месяцев, но это не значит, что весна наступит не по расписанию. Опасаться этого не стоит. Просто самоуправление Даугапилса ищет возможности продлить зимний сезон для занятий зимними видами спорта. Подробности в следующем сюжете. Даугапилская городская дума объявила закупочную процедуру на разработку строительного проекта системы по производству искусственного снега на трассе активного отдыха в микрорайоне «Новые стропы». Идея возникла не на пустом месте. Дело в том, что не каждая зима радует любителей зимних видов спорта с снежной и морозной погодой. И этот сезон наглядно показал необходимое создание инфраструктуры для создания и поддержания зимних зон отдыха и развлечений в городе. В течение нескольких лет специалисты Управления коммунального хозяйства изучали возможность усовершенствования трассы в Стропском лесопарке в зимний период с применением искусственного снега. Это покрытие позволяет продлить лыжный сезон до пяти месяцев. В условиях бесснежной и теплой зимы этот вариант решения проблемы является особенно привлекательным не только для спортсменов, но и почитателей зимних забав. По мнению специалистов Управления коммунального хозяйства, погоду для создания искусственного снега можно брать из озера Большие стропы, для чего будет необходимо построить специально насосную станцию и систему водопровода. Финансовые предложения от потенциальных претендентов на муниципальный подряд централизованный отдел закупок Дагубовской городской думы будет принимать до 9 апреля. Срок исполнения договорных обязательств – полгода. И в завершении выпуска о погоде на выходные дни и предстоящую неделю. Итак, в ближайшие дни влияние циклонов на Латвию снизится, будет меньше осадков, ветер стихнет, а по ночам ожидается морозная погода. Так мороз может усилиться до минус 10 градусов. Местами пройдет кратковременный снег, ветер будет слабым. В конце этой недели воздух погреется до плюс 3-7 градусов. Температура воздуха будет держаться выше нуля и по ночам. Периодически будет идти дождь или мокрый снег. Осадков будет много. Ожидается умеренный южный ветер. Из-за дождей и тающего снега в реках поднимется уровень воды. На большей части территории страны снег растает. В начале следующей недели температура воздуха может достигнуть плюс 6 градусов, но затем вновь станет прохладнее. На этом все. Всем хорошего вечера. И самое главное – не болейте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова